Рум-дум-дум. Дум-дум-дум-дуру-рум. Рум-дум-дум. Дум-дум-дуру-рум. Let me see you get low. Друзья, помните тот период времени, когда в свет вышел Need for Speed Underground? Тогда куча людей, в том числе и я, надо заметить, поверили в сказку, поверили, что такие машины, как Селико на ZZ моторах, Тибурончики, там всякие, даже Пыжик 206, это типа спортивные машины. В общем, сегодня будем это выяснять на примере вот этого Тибурона в максималочке, между прочим. Друзья, смотрите, значит, под капотом здесь ставилось всего три двигателя. Это никому не интересные 1.6, 2 литра фруктово-ягодный и вот этот прекрасный V6 объемом 2.7 литра. Это тот самый двигатель, который Hyundai ставил и на кроссоверы. Зачем они поставили у нас спорткупе, непонятно, но именно на нем машина хоть как-то начинает ехать. Причем у нас хорошая комплектация, ну у нас, в принципе, топовая комплектация, но в ней стоит мешалка. На этом автомобиле могло быть три трансмиссии, две механики на 5 ступеней и на 6, у нас, конечно же, 6, у нас версия GT. Был еще автомат, автомат был мега тупой, то есть, если здесь Need for Speed, это так в кавычках, то на автомате эта машина, ну просто, просто ужас. Он мега тупой, старый гидротрансформаторный и никакого удовольствия от него вы точно не получите. По надежности это Hyundai, вы знаете, что Hyundai всегда балансирует на грани между максимально надежно, но при этом максимально дешево. Поэтому они не ломаются, но вот по тому, как это все собрано и какие здесь применены технические решения, конечно же, в основном уныние. Но по поводу обслуживания этого всего проблем никаких у вас не возникнет, потому что большинство запчастей можно взять с той же Sonata. То же самое и по подвеске, и по движку, и практически по всему. Собственно говоря, вопрос, самый главный вопрос, который всех нас мучает, а как оно едет? В общем, друзья, смотрите, в чем прикол. У нас максимальная комплектация. В 2002 году в Тибуроне не могло быть ничего круче, чем вот это. При этом, смотрите, у нас нету климата, то есть у нас обычные крутилки. Да, у нас есть кондиционер, огромное спасибо компании Hyundai, но на этом они ограничились. По поводу стеклоподъемников, вниз у нас доводочка есть, а вверх доводочки нету, вверх будешь сам делать. Но хотя бы электрическая регулировка зеркал, и на том спасибо. При этом у нас есть заглушки. Вот здесь вот одна, и здесь их три. Зачем? Непонятно. Видимо, это вот был такой некий, некая мысль, что будут тюнинговать, здесь будет какая-нибудь закись азота, здесь блокировка какая-нибудь принудительная дифференциала. Это же пушка-гонка, это же андеграунд, это же Need for Speed. Но сейчас комментарии напишут, что тачка точно стопудово валит, раз в игре валила. Вот, видимо, вот здесь нужно заглушки поменять на кнопочки, она точно отвечает, все, она повалит. По поводу посадки, а, да, по поводу материалов, смотрите, опять же, вот эта вот тонкая грань между максимально сделать качественно, надежно, но за минимальные бабки. То есть у нас реально пластик хороший, вы посмотрите, у нас и здесь хороший пластик, ну-ка, внизу какой? И внизу хороший мягкий пластик, вы посмотрите, это же какой огонь! Это реально классно, вот Hyundai молодцы, да, вот этот козырек только, он жесткий, но он не звонкий, то есть ничего в салоне не скрипит. 2002 года машина, она не скрипит, салон сделан офигенно по качеству, но у нас протерлась кожа, прямо до дыр протерлась. И, кстати, по поводу самих кресел, они не могли здесь быть электрические, не могли быть с подогревом, не могли быть с электрорегулировками, все на мешалке, причем пассажирская, даже не регулируется по высоте. Ну, хотя на пассажирском это спорное вообще решение, нужно оно, не нужно, но тем не менее, водительская, все на крутилках. Ну, хотя бы есть боковая поддержка, причем такая достаточно хорошая, и все. А по переднему ряду, в принципе, а, ну, люк у нас есть, люк, это вот типа вот топчик, топ жира, это прямо, это хорошо, а чочник, всякая чушь, короче говоря. Потом я совершил роковую ошибку, я решил попробовать залезть на задний ряд. Поначалу все было нормально, но потом я понял, что я застрял. После небольшого приступа паники, я решил расслабиться и наслаждаться моментом. Достал телефон и начал играть в свою любимую игруху Guns of Boom. Эта игруха понравится абсолютно всем любителям онлайн-шутеров. Если у вас выдалось пару свободных минут, вы можете провести их, разыграв пару раундов командного шутера. Заработав очки, заработав местные валюты, что позволит вам купить целый арсенал оружия, улучшить его, улучшить свою экипировку и еще круче раздавать хедшоты направо и налево. Причем с вами играют такие же абсолютно реальные игроки. Игруха очень динамичная, у нее потрясающая графика и она реально затягивает. Ссылочки будут в описании. Ну а что касается самого заднего ряда, да, он очень маленький. В нем есть, пожалуй, что только музыка. Кстати, здесь стоит завода, шикарная музыка и даже есть сабвуфер. Может все-таки обзор продолжим? Сейчас я вот это разрешаю и помчим дальше. Значит, друзья, по первым таким каким-то ощущениям от рулежки, вот как-то странно, она, ой, как ее колбасит-то. У нас немножко кривовастый руль, соответственно, у нас это вопросы к тем, кто последний раз делал на этой машине развал схождения, к автосервису. Я так понимаю, что они и колеса выставили немножко кривовато, потому что газ в пол жмешь, а ее куда-то там на немелкие неровности куда-то в бок мгновенно уносят. Но, несмотря на то, что она не показала на разгоне прямо каких-то вау-результатов, тем не менее, все равно какое-то есть ощущение, будто мы в чем-то спортивном. Может быть, это связано с такой достаточно спортивной, приятной посадочкой, с зеркалами, которые прямо у меня около уха растут. С тем, что двигатель, вот как-то он снизу очень хорошо едет. Вот втыкаешь передачу, жмешь газ и машина куда-то подрывается. Я не могу понять, почему, а мне кажется, что она едет. Ну, как-то она вроде едет. Она вроде едет, но она по RaceLogic не едет вообще, ну как это может быть? Это дикость какая-то. Вот по ощущениям она едет, я не знаю почему. Вот может быть, посадочка, то, что у нас купешечка, вот-вот. Она внутри такая маленькая вся, собранная, уютная. Вот реально полное ощущение, что ты едешь в спортивном автомобиле. Но он не едет. Но даже... Нет, не едет. Вот по спидометру не едет. По ощущениям едет. Но поэтому, как бы все, когда покупают себе тибурончик, особенно если 2 литра или 1,6, то это все сразу же наклейка Underground. И мы дубасим с каждого перекрестка. И, кстати, привода на эту машину стоят 20 примерно. А если вы купите себе неоригинал, то вы его очень быстро поменяете на оригинал. За 20, подчеркиваю. Вот, потому что неоригинальные привода здесь долго не живут. А если вы будете дубасить, а тем более на V6 с каждого перекрестка, то вы их положите. Несмотря на то, что изначально конструкция, мол, как бы, ну, надежная считается. Но, несмотря на то, что у нас обычный Макферсон спереди. Кстати, по подвеске. Значит, друзья, по подвеске у нас здесь все очень просто и примитивно. Спереди у нас стоит банальнейший Макферсон. Соответственно, два салента и шаровый, и все, и на этом подвеска заканчивается. А сзади у нас... А, кстати, да, еще прикол-то в том, что вот это все, все эти саленты подходят от других. Йонда стоит это все копейки, и это неубиваемое. По задней подвеске не все так просто. Здесь уже многорычажечка, у нас три рычага. И, в принципе, это тоже все неубиваемое. То есть, вы можете посмотреть, здесь поменены только стоки стабилизатора недавно, а все остальное поросшее грязью. И видно, что здесь сто лет никто ничего не лазил. И оно отлично себя ведет, ничего нигде не гремит. То есть, в принципе, подвеска вам ни перед, ни зад, никаких неудобств доставлять не должна. Друзья, в общем, как вы только что сами могли увидеть, никакого Need for Speed здесь и близко не стояло. Однако, это все нивелируется вот этим приятным ощущением внутри, когда вы садитесь в эти спортивные сидения. Вот это вся посадочка, приятный пластик, эти самые лопухи вот так вот по бокам прямо вплотную, вот все прямо вот вам намекает, что вы в каком-то спортивном купе. Правда, оно ни черта не едет. И не дай бог вы купите себе какой-нибудь 1.6 на автомате. Это вообще просто будет грусть полнейшая. Вот. Но, однако, если вы хотите купить себе тысяч так за 300, интересную, нетривиальную, непопсовую купешечку, то вполне оправданный выбор. Потому что вы ее купили и все. И вам не нужно ни о чем думать. Она не будет требовать от вас никакого лишнего внимания, и тем более денег. Подвеска, двигатель, здесь в принципе все ходит долго. И все стоит относительно недорого, потому что практически все запчасти красируются с другими моделями Hyundai. Все это в наличии, все это очень доступно. И никаких проблем с запчастями у вас не будет. Однако есть один косячок. Это кузов. Во-первых, несмотря на то, что машина не очень популярная, тем не менее, даже на питерских разборках в наличии на нее есть железо, что удивительно. И стоит она, кстати, недорого относительно. Однако он гниет. Он гниет в Питере, в Москве, там, где используют реагенты. Вы посмотрите на эти задние арки. Это не частный случай. Это как бы нормально. Это систематическое гниение арок зимой. В небольших городах, где не используются соли и реагенты, там этого нет. Но в Питере вот, пожалуйста, как бы малярка welcome. Все. А так машинка вот просто на каждый день, на повседнев, расходуют где-то от 12 до 15, пожалуй, где-то литров, в зависимости от того, как вы ездите. И все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся. Что еще скажешь? Я пошел. Субтитры сделал DimaTorzok